Необычный для меня формат. Буквально недавно вышло крутое интервью Дмитрия Гордона и Ольги Голубовской про ковид, про ситуацию в стране. Вообще супер крутые вещи. Интервью два с лишним часа. Я попробую снять 10-минутное видео, может быть чуть меньше, чуть больше, с главными тезисами, которые лично мне импонируют и которые Ольга Голубовская отмечает в этом видео. Шорт видео, выжимка. Традиционно Дарья Березовская, канал Хэксплойер, канал про здоровье. Подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы. Давайте погнали. Кто такая Ольга Голубовская? Ольга Голубовская это доктор наук, профессор, ведущий украинский инфекционист и ученый и собственно говоря главный специалист по ковиду. Почему это интересный интервью? Потому что она говорит много, она говорит про ковид, она говорит свое мнение. Скажите пожалуйста, откуда этот проклятый коронавирус взялся? Голубовская в принципе у нее, она придерживается мнения Люка Монтоне, что это все-таки выведенный вирус, который по разгильдяйству, головотяпцу попал в среду. И вот это ее мнение насчет того, что в принципе вирус искусственный, никак это ничего не меняет в ее тактике как врача, но в принципе она считает, что наверное он был выведен где-то в лаборатории, потом попал в среду. Застала ли пандемия ковида мир ворослов? Да, это было самое неожиданное, даже для нее как врача, который всю жизнь занимается инфекциями. Как и она, как и весь мир растерялась, потому что вот такие вот сильные вирусы, это удел, как она говорит, слаборазвит их стран, потому что в принципе в развитых экономиках мира вирусы практически побеждены с помощью вакцинации или там чего-то еще другого. Скажите, пожалуйста, чем объяснить тот кошмар, который творился в США и в Италии? По ее мнению, ответ очень простой, в принципе, так как это система здравоохранения, в частности данных стран, она не про койки, то есть просто банально для ковидных пациентов не хватало коек, не хватало кислорода, да и в принципе протоколы лечения, которые были в самом начале, не соответствовали действительности, то есть они были неэффективны, потом это изменилось, что творилось по протоколам лечения в самом начале, вообще, как вы знаете, а может не знаете, теперь будете знать, в протоколах ВОЗ не было гормонов, то есть первые несколько месяцев говорили, что это нельзя, это повышает смертность регулярно. Пол Марек, один из ведущих анестезиологов США, он опубликовал свою работу, работу по гормонам, даже врачи, которые придерживались политики, что надо давать гормоны, инициировали слушание в Конгрессе, там им отказали, но когда вышло исследование уже свеженькое, что гормоны действительно помогают, были внедрены данные протоколы, в Украине тоже были внедрены протоколы с помощью Ольги Голубовской на базе протоколов Пола Марека. Даже в США была реальная борьба протоколов лечения. Действительно ли ПЦР не показывают, дают ложноположительные, ложноположительные результаты? Да, ПЦР-тесты это не панацея, у них много ложноположительных результатов, и сама Голубовская говорит, что в принципе она болела с отрицательными ПЦР-тестами. Ну, это надо понимать. Главное что? Главное симптоматика, главное человек, поэтому врач должен видеть человека. Если вас лечат по телефону, это ситуация не рабочая с COVID-ом точно. Повторное заражение возможно? Да, конечно, можно. Уже таких случаев много, даже в моем окружении их много. Не много, давайте, не много, есть, не много. А третий раз теоретически, конечно, можно, но пока такой информации подтвержденной не существует. Почему надо носить маски? Да банально. Ну, почему она за масочный режим, особенно в густо, в общественных местах? Только лишь потому, чтобы снизить вирусную нагрузку на свой организм. Потому что мы знаем, что вирус Дельта в 100 раз более заразный. Соответственно, меньше вируса надо. Вот посмотрите мой ролик про Дельту. Поэтому банально, понятно, что это не защитит от заражения. Но снижает вирусную нагрузку. Именно поэтому в общественных местах голубовская замазка. Я тоже, в принципе. Сколько в среднем времени человек отходит после COVID-а? Минимальное время, даже если вы перенесли с какой-то легкой пневмонией, снижениями показателей крови. Кстати, про показатели крови. Вот здесь супер видео. Она считает, что минимум 3 месяца восстановления. Друзья, 3 месяца, не 2 недели, не неделя, не 3 дня. Не прыгайте в спорт сразу. При тяжелых течениях, сроки восстановления 6 и 9 месяцев. Имейте это в виду. Какие основные постковидные симптомы, последствия? Как сказала Голубовская, на сегодня выявлено в Америке, в США более 230 различных необычных симптомов, последствий и так далее. Ну, понятно, что основные, как бы это связано с суставами, с почками, с сердцем и так далее. Также страдают, как ни странно, нетородная система. Есть облысения, как видите, я, кстати, болел COVID-ом. Ну, и говорят, что люди крайне раздражительные, особенно в постковидный период. Поэтому имейте в виду, не дергайте людей, друзья. По вакцинации. Неимунным людям надо вакцинироваться. То есть, что за неимунные люди? Люди, которые не болели. Люди со нижним иммунитетом. То есть, возрастная группа, там, 50-60+. В Украине, как ни странно, максимальное количество людей провакцинировано в сегменте 20-39. Если есть какие-то опасения по поводу вот этих МРНК вакцин, вакцинируйте их обычными, как говорит Голубовская, инактивированные вакцинами китайскими. Что делать после вакцины? Тоже замечание Ольги Голубовской, что первые 7-10 дней надо не бежать, тусоваться или ехать в поездку. Почему? На рекомендации европейских стран некоторых, только через 14 дней вы можете заехать после второй вакцины. Почему это сделано? Да потому что именно в этот период у вас крайне ослаблен иммунитет после вакцины. То есть вы не дали себе защиту, защита нарастет, как панцирь. А надо первые 7-10 дней вообще поберечься, сильно поберечься, в 10 раз сильнее поберечься, тем до вакцины. Когда надо вакцинироваться, если переболел? Очень четкое мнение, 6 месяцев не вакцинируемся, говорит Голубовская, и потом вакцинируемся. И рекомендации CDC, это Центр по контролю заболеваемости и всяких пандемий американских, cdc.gov, ссылочку оставлю, там тоже есть такие рекомендации. То есть в принципе можно не спешить вакцинироваться, но есть люди, которые работают много с ковидом, или кто тяжело болел, у которых антезила падают на 2-3 месяц, или там врачи, кто работает в ковидных отделениях, это специальные группы, они могут вакцинироваться и раньше. Со скольки можно вакцинироваться? Международные рекомендации очень простые, на сегодня это с 12 лет. Просто надо знать, что это рекомендации международные. Смотрите, интересная ситуация. Израиль первым объявил, что страна победила коронавирус. Привили почти всю страну дважды, и вдруг такая вспышка. Что происходит? Простой ответ. То есть это быстрая адаптация вируса, быстрая мутация вируса. Популяция подготовилась, вирусу надо выживать. Он быстрее адаптируется к этой популяции. То есть по сути, несколько лет, по словам Голубовской, говорить о победе над коронавирусом просто, ну, неприлично, давайте так. Пока, как говорит Ольга, вирус не исчерпает свой пандемический потенциал. Пока он заражает, сильно заражает и так далее. Про коллективный иммунитет. Она считает, что в республикаторных заболеваниях такого вообще понятия нет и не будет. И скорее всего не будет, потому что очень быстрая мутация, адаптация вируса. Надо просто заботиться о себе, своей семье, своих близких. Будет ли какая-то одна таблетка от коронавируса? Скорее всего нет. Мы, понятно, что есть широкого спектра там противовирусные препараты, типа как всем известный наш, там, нафилю и так далее. Скорее всего одной таблетки от коронавируса в ближайшее время не будет, потому что слишком дорого и слишком специфично, очень трудно отработать такие вещи. Кстати, спрашивали про зарплаты, да, у врачей, кто работал в COVID, зарплаты были больше 1000 долларов. Я лично знаю и 2, и 3 тысячи долларов. Слава богу, потому что это самая опасная работа в мире. Где? Сколько сама Ольга принимала людей в день? Или работала со с какими людьми? Она говорит, что это было там под 100 человек точно. Спала на 5-6 часов. Когда он спрашивает, как она снимала стресс, она говорит, я не снимала стресс, потому что стресс это то состояние, когда вот в эту пандемию, которое вообще позволяет тебе с этим адом справиться. Потому что если ты будешь вне стресса, ты просто не сможешь вывозить вот такое количество людей, заболеваний, трагедий, судеб и так далее. Штамма Дельта нам бояться? Она говорит, ну, стоит бояться, как и других вирусов, конечно же. Но мы уже знаем, как лечить. Мы знаем, у нас есть довольно-таки крутая уже вооруженность и подготовленность и коек, и госбольницы, и частных больниц. У нас уже есть рабочие протоколы, у нас есть уже пул лекарств. У нас нет нехватки там с кислородом, нет нехватки с теми же СИПАПами и так далее. То есть страна и страны, и мир в принципе уже подготовлены. Летальность уже у Дельты ниже. Чаще всего есть заболеваемость выше, летальность ниже. То есть вирус быстрее распространяется, но менее агрессивный с точки зрения детальности. Про летальность есть сумасшедшее видео. Я собрал кучу цифр по коронавирусу, по вакцинации. Обязательно посмотрите. Вам будет очень интересно. COVID действительно изменил мир. Она полностью с этим согласна. Даже банальные вещи, не то что ношение маски. Зачастую я был во многих странах, ношение маски людей не надо заставлять. Они просто боятся уже ходить без маски. То есть психологический эффект настал. Ждет ли у нас какие-то новые пандемии? Она считает, что да. Чуть ли не на конгрессах ВОЗ говорят, что ждите новый вирус. Ждите, ждите новый вирус. И чуть ли не это говорит директор ВОЗ. Мы ждем. Мы не просто ждем, мы готовы ждать. Человечество вообще может вымереть к чертовой матери, скажите? Да не вымерет, потому что вирус умнее, чем человечество. Вирусу уже надо где-то жить. Им нужны носители. То есть если он убьет носителя, как он выживет? Инфекцию, как она говорит, победить практически невозможно. С ней можно научиться жить. От нее можно найти вакцины. От нее можно найти лекарства. Но победить инфекцию как таковую практически невозможно. Чаще всего она говорит, чем более агрессивная смертность, тем меньше живет вирус. То есть агрессивные вирусы, ибола, и так далее, и так далее, они убивали быстро, но срок их жизни был очень маленький. Поэтому вакцина, то есть вирус предпочитает стать более легче распространяться, повысить свою такую заразность, да? Но предпочитает не убивать носителя. Ну, что, ну, логично, в принципе. Зачем рабов убивать? Работать-то кому-то надо. Вот такой легкий обзор, друзья. Если будут еще такие интересные видео попадаться, если вам понравился обзор, быстрый обзор, краткий обзор двухчасового видео, вы мне скажите, напишите там какие-то знаки, плюсы, минусы, комментарии. Я буду делать большие обзоры интервью, сжимать у вас до шорт идей, просто добавляя какие-то, может быть, небольшие свои комментарии. Андрей Березовский, канал Хэксплорер. Друзья, будем на связи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok